Продолжение следует... 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 Это офис посланника Генсека ООН по вопросам технологий. И самое главное, мы услышим инсайты от наших коллег из трех географических регионов мира, из Азии, из Африки и из Европы. Вот такое, скажем, в миниатюре мировое сообщество. Посмотрим, что скажем. Ну, смотрите, на самом деле, ведь было подано порядка более шести тысяч предложений в этот глобальный цифровой договор. И я позволю себе для начала дискуссии, наверное, на некоторых из них остановиться, потому что для нас, как точки сборки, было интересно и важно понять, что же получилось. Ну, надо сказать, что впечатление неоднозначное сразу. В принципе, работа, конечно, проведена грандиозная по систематизации всего этого и структуризации в тот документ, который получился. В принципе, по структуре, ну, наверное, получилось интересно. Поскольку там обозначены некие задачи, цели, точнее, да, это устранение цифрового разрыва и ускорение прогресса. Это расширение возможностей для интеграции в цифровую экономику, содействие созданию инклюзивного, открытого, безопасного и надежного цифрового пространства, продвижение справедливого международного управления данными, управление новыми технологиями, включая искусственный интеллект в интересах человечества. Вот пять таких целей. Конечной точкой, отсечкой ставится 2030 год. И для реализации этих целей поставлены некие основополагающие принципы, которым должны следовать государства, подписанные глобальным цифровым договором. Это инклюзивность, равноправное участие всех государств и народов, ориентированность на развитие, которая основывается на повестке развития до 2030 года опор на права человека и так далее, и так далее. То есть там 10 принципов, все их перечислять не буду. Тут же ставятся определенные ключевые показатели эффективности, которые страны должны достичь в своих национальных экономиках к этому 2030 году. Ну, надо сказать, что, к сожалению, принципиальные для нас, как тех, кто собирал вот эти предложения российского экспертного сообщества, вопросы не особо туда вошли. То есть, если мы говорим о подотчетности глобальных цифровых платформ, как основной такой важный момент, ради которого, собственно, все затевалось, то в нынешнем тексте нулевого проекта глобального цифрового договора эта ответственность особо не обозначена. Роль государства, ну, тоже, скажем так, не подсвечена в той степени, в которой, ну, как мы ожидали, она должна быть подсвечена. То есть, в основном, если так пробежаться по тексту, откуп отдается самим платформам, самому бизнесу, и большие надежды возлагаются на то, что они будут заниматься саморегулированием и соблюдать некие рекомендации, то есть на свое усмотрение. Не знаю, насколько это соответствует ожиданиям, чаяниям и интересам тех стран, в которых, скажем, те же глобальные цифровые платформы играют доминирующую роль и от которой, от этой роли, в общем-то, очень многие страны хотят избавиться. Еще один момент, про который мы упоминали в нашем проекте предложений, это защита детей в онлайне. Как вы знаете, у нас есть альянс по защите детей в цифровой среде, который является неплохим таким образцом как раз инициативы социальной, инициативы саморегулирования бизнеса. Так вот, в нулевом проекте глобального цифрового договора тоже говорится о том, что детей в онлайне надо защищать, но как-то не очень понятно, кто это должен контролировать. Потому что, когда мы говорим об ответственности цифровых платформ, ответственности бизнеса, мы предполагаем, что кто-то должен следить за тем, как эта ответственность исполняется, как обязанности этих платформ исполняются. Об этом тоже, к сожалению, ничего не сказано. И, по сути, получается так, что есть некие фреймворки, какие-то стандарты, которые хорошо бы, чтобы платформы соблюдали. Но, как это будет делаться, не очень понятно. Если говорить про перспективы форума по управлению интернетом, нашего IGF многострадального, о котором тоже много было сказано сегодня, и вообще сейчас около IGF сообщества бурлит, потому что в следующем году действительно исполняется 20 лет и форуму, и всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного общества. И, в общем, висит интрига по поводу того, что же будет дальше и с форумом, и с решениями этой встречи в ВИО. Есть очень серьезные опасения у определенной части экспертного сообщества мирового о том, что форум по управлению интернетом будет выхолощен, и его функции сведутся лишь к, скажем так, техническим каким-то вопросам функционирования интернета, управления интернетом. В то же время одновременно есть опасения, что вот тот широкий круг задач, который сейчас IGF охватывает, а это и искусственный интеллект, и цифровые, и сквозные технологии, и чего там только нету, и права человека, конечно, что все это уйдет куда-то в другую структуру, в другое образование под эгидой ООН. Об этом тоже в проекте глобального цифрового договора ничего не сказано, сказано лишь то, что да, управление интернетом – это очень важный процесс, который идет по восходящей траектории bottom-up, и что форум ООН по управлению интернетом – действительно важная площадка для того, чем она, собственно, и является, для диалога, для разговоров. Поэтому, вот резюмируя, вот этот нулевой драфт, он оставляет больше вопросов, нежели ответов, и самое-то, конечно, важное то, что времени остается совсем немного, но об этом пусть лучше расскажут другие эксперты. Большое спасибо. Спасибо большое, Вадим. Нам, на самом деле, сегодня посчастливилось узнать из первых уст позицию уважаемого Министерства иностранных дел Российской Федерации. Да, и Борис Васильев – это непосредственно тот крупный эксперт, который не просто владеет этой тематикой, но непосредственно причастен к выработке российской позиции. Поэтому, Борис, вам слово. Спасибо большое. Ну, я не первый уст, а, конечно, и в Министерстве иностранных дел, тем более, что глобальный цифровой договор ведет, прежде всего, Минцифра, а мы Минцифра помогаем активно. Вот. Ну, я начну, наверное, с конца. Начну с ВУИО, с всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества. Тут немножко нужно вернуться в историю, вот почему этот процесс очень важен. Процесс, собственно, начался с принятия, ну, там, несколько лет еще до этого шел, вот. Но вот именно знак его начался с принятия тунисской программы всемирной встречи на высшем уровне в 2005 году, которое содержало огромное количество консенсусных решений. Решения были очень важные, они разнонаправленные, они касаются разных сторон и интернета, и других информационных технологий. Но наиболее важное решение для нас, это то, что государства согласились с тем, что, собственно, каждое из них, государство, имеет право на управление интернетом в рамках своих национальных интернет-сегментов. То есть, это, по сути, был призыв к тому, чтобы запустить процесс интернационализации управления интернетом. Был создан форум по управлению интернетом, который стал, скорее, дискуссионной площадкой, нежели площадкой по принятию решений. Вот, мы вот с этим решением в УИО долгое время жили, существовали. Вот, всячески совместно с развивающимися странами призывали процесс интернационализации управления интернетом запустить. Вот, понятное дело, что это наталкивается на сложности, объективные трудности, на позицию западных стран, которые с этим не согласны. Вот, но это решение, оно действительно до сих пор является актуальным. И для нас оно остается невыполненным. Мы везде, на всех международных площадках, вот в мае будет форум всемирной встречи на высшем уровне, очередной. Мы выступаем за то, чтобы это решение все-таки претворить в жизнь. Говоря о процессе УИО плюс 20, мы видим очень, скажем так, опасные оценки некоторых экспертов, представителей некоторых стран. Даже вот довольно-таки противоречивые оценки звучат от руководства генсекретариата Международного союза электросвязи. О том, что, по сути, тунисская программа УИО была принята очень давно, что уже даже никто не помнит, как она принималась, кто ее принимал. Что решения в тунисской программе якобы уже все выполнены давным-давно, и нам надо думать о чем-то новом. То есть забыть вот все старое и задуматься над чем-то новым. Вот, мы с этим категорически не согласны. Мы исходим из того, что процесс УИО должен продолжаться, опять-таки из-за того, что как минимум одно ключевое решение УИО до сих пор не выполнено. Вот, почему это важно в контексте ГЦД? Вот, мы долго ждали этот текст. Вообще, инициатива принадлежит генсекретарю ООН Гутеррищу. Он ее выдвинул еще несколько лет назад. Вот, и с тех пор мы ждали текста ГЦД. То есть шла большая подготовительная работа, там организовывались различные встречи и консультации с экспертным сообществом. И вот хотелось посмотреть, на самом деле, во что это выльется. Вот, нам, вот я в данном случае представляю институт государства. Вот, нам, государством, ООН, это межгосударственная организация прежде всего. Вот, обещали текст в конце прошлого года, потом в начале этого года, потом в марте. И вот, наконец-таки в начале апреля первоначальный проект ГЦД появился. Вот. Вот, ставится амбициозная задача принять его на саммите будущего осенью этого года, в сентябре. Вот, остается не так много времени. И в этих условиях, конечно, нам над текстом предстоит очень сильно поработать. Я бы не сказал, что в текущем виде проект глобального цифрового договора, это не совсем договор. Это не будет юридически обязательным документом. Тут небольшая ошибка перевода. То есть мы в русском языке используем слово договор, но на самом деле это Global Digital Compact. Это документ немножко другого порядка, другого характера. Он не будет носить юридических обязательств. Но, тем не менее, вот так сложилось, что в русском языке мы его называем глобальный цифровой договор. И мы, вот в текущем виде этот проект, он не отвечает интересам развивающихся стран. Давайте говорить честно. Если пойти по разделам, по его тематике, ну вот взять, к примеру, регулирование цифровых платформ. Вадим очень хорошо высказался на эту тему. По сути, все сводится к тому, что цифровые платформы должны регулироваться пользовательским соглашением между этой цифровой платформой и пользователем. Но это ерунда какая-то. То есть это получается отсутствие какого-то регулирования. Потому что цифровая платформа это соглашение пишет. В любой момент его может поменять. И это прописано в самом пользовательском соглашении. То есть, по сути, никакого контроля нет. При том, что развивающиеся страны, и мы в том числе, мы указывали на то, что глобальные цифровые платформы, транснациональные корпорации ведут себя зачастую немножко некорректно. Они навязывают свою волю пользователю. Когда хотят на основании своих пользовательских соглашений в нарушении международного права, по сути, блокируют пользователей, если они не согласны с точки зрения политической этого пользователя. Это все, конечно, очень странно. То есть, наличие этого положения в ГЦД, оно как бы дает, скажем так, намек на то, кто на самом деле этот раздел писал. Наверное, его все-таки писали сами глобальные цифровые платформы. А не те 6000 НПО, которые участвовали в этом процессе, и уж тем более не государства, которые, скажем так, к этому процессу тоже, по идее, должны были привлекаться. Но, поскольку ООН межправительственная организация, но по какой-то причине, по крайней мере, мнение не только наше, но и многих развивающихся стран здесь не было учтено. Если взять, к примеру, раздел по интернету, вот с чего я начал с процесса ВУИО, то все сводится к продвижению идеи вот этого так называемого подхода с участием всех заинтересованных сторон, то есть вот этого всеобщего мультистейк-холдеризма. В этом подходе, на самом деле, нет, по большому счету, ничего страшного, диалог нужен. Понятное дело, что когда мы говорим про управление интернетом и про интернете как таковом, диалог между разными участниками процесса, он жизненно необходим. Собственно, для этого есть и форум по управлению интернетом, для этого есть замечательная площадка российского форума по управлению интернетом. Но все-таки управление интернетом – это немножко про другое. То есть управление интернетом – это кто принимает решения, а не про то, кто с кем разговаривает. Ну, все мы знаем, что решение по доменам, по IP-адресам принимает американское юридическое лицо. Вот. Несмотря на решение ВУИО, государство там участвует в консультативном статусе, они могут предлагать решение, но понятное дело, что они не участвуют в процессе принятия решений. Вот. В этом плане ситуация не меняется. И, конечно, были небольшие надежды на то, что глобальный цифровой договор пойдет по пути реализации этого важнейшего для нас решения ВУИО, но этого не происходит. И это тоже очень прискорбно. Вот. По крайней мере, мы в своих соображениях вот эту идею закладывали. И, насколько я знаю, не только мы, но и многие развивающиеся страны. Что касается искусственного интеллекта. Да, тоже вот. Глобальный цифровой договор ставит амбициозную задачу. Там прямо прописано, что он должен стать основой для регулирования искусственного интеллекта. Здорово. Но совершенно не написано, как это будет происходить. То есть, как он будет осуществлять это регулирование. Вместо этого, на самом деле, замечаний критических много. Вместо этого предлагается рецепт. Предлагается создать много разных структур в рамках ООН, которые, опять-таки, если посмотреть на текст глобального цифрового договора, непонятно, чем будут заниматься. Непонятно, какой у них будет мандат. Непонятно, перед кем они будут отчитываться. Непонятно, собственно, на какие решения они будут в итоге выходить. Такое возникает ощущение непрозрачности всех этих процессов. Получается, что мы должны такие важные вопросы, которые я перечислил, и не только, их намного больше, отдать на откуп непонятно куда. При том, что, опять-таки, ООН – это межправительственная организация. У нас есть действительно важные международные форматы, которые, на самом деле, все перечисленные в глобальном цифровом договоре вопросы покрывают, которые, собственно, наделены полномочиями принимать решения. Вот, к примеру, в части безопасности – это рабочая группа ООН открытого состава в области международной информационной безопасности. Как пример. И предлагается создать непонятно зачем, непонятно кому нужны новые форматы. Это тоже такой вопрос, скажем так, открытый для обсуждения. И вот пара слов по поводу сроков. Тоже очень странно была организована работа над подготовкой глобального цифрового договора. Сейчас постоянно меняются даты консультаций. То они будут, то они не будут, то лететь. Надо понимать, что у нас формируется делегация под эгидой Минцифры. Нам тоже нужно и визы получать, и все остальные вопросы решать. Очень мало отводится времени на работу над текстом. Поэтому в этих всех условиях я, если честно, могу сделать только один вывод, что к сентябрю этого года решить эту амбициозную задачу, сделать текст консенсусом, устраивающим все развивающиеся страны, мне кажется, будет довольно-таки сложно. Спасибо большое. Спасибо большое, Борис. Мы узнали позицию российскую. И нам с вами посчастливилось иметь в качестве следующего спикера госпожу Ренату Двон, представительницу как раз секретариата офиса спецпослания как генеральный секретарь ООН по высоким технологиям. И, собственно, непосредственно эта команда, этот офис и ведут со стороны ООН координацию, подготовку по глобальному цифровому договору. Поэтому, коллеги, Рената, если вы меня слышите, приглашаем вас сделать ваш комментарий. Доброе утро, добрый день. Всем хорошо меня слышно? Да, слышно, прекрасно. Я хочу извиниться заранее, что буду выступать по-английски, но по-русски я просто не говорю. Поэтому я надеюсь, что переводчик нам поможет в процессе. И я также надеюсь, что если я буду говорить слишком быстро, переводчики дадут мне знать. Я очень рада возможности сегодня с вами пообщаться. Благодарю вас за приглашение. Как вы знаете, канцелярия посланника генерального секретаря ООН по вопросам технологии действительно поддерживает, оказывает поддержку подготовке глобального цифрового договора, но мы не отвечаем за создание проекта этого документа, поскольку у нас есть постоянные представители Швеции и Замбии. Именно они являются главными людьми, которые организуют этот процесс. Мы можем здесь обсудить много разных вопросов, например, нулевой драфт, самого договора. Я хочу благодарить представителей Министерства иностранных дела за то, что высказал позицию Министерства по этому документу. Мы также можем обсудить процесс ВИСИС, то есть ВУИО, и мы можем обсудить широкие вопросы цифрового сотрудничества, основные вызовы. Давайте я сейчас остановлюсь на паре пунктов, и потом готова буду более подробно ответить на любые вопросы или подключиться к последующей дискуссии. Значит, для начала ГЦД и взаимовая связь между ГЦД и процессом ВУИО. Мы уже начали это обсуждение, когда Ген Сиакон выдвинул идею заключить глобальный цифровой договор в 2019 году. Это произошло в контексте глобальной пандемии. Эта пандемия почему и показала степень, в какое международное сообщество полагается. Сегодня цифровые технологии, зависит от них, если хотите, функционирование международного сообщества вот этих технологий во время пандемии, поскольку цифровые технологии обеспечили поддержку экономики, поддержку образования и всевозможных национальных процессов, например, работы национальных правительств и трудных механизмов тоже. А также пандемия показала всем наглядно вызовы... А, извините, пожалуйста, у нас посторонные звуки. Это у нас работало в здании пожарная тревога, сигнализация, сейчас. Итак, вы знаете, что вчера было солнечное затмение, сегодня у нас почему-то объявили пожарную тревогу, тренировку. Ну ладно, я надеюсь, что смогу продолжить. Если вам все это очень сильно мешает, то я могу предотвучиться чуть попозже. Но давайте попробуем сейчас. Ах, простите, пожалуйста. Да. Давайте я лучше переподключусь к вам через минуту. Ага, хорошо. Вроде бы закончили. Надеюсь, у нас больше ничего не прервет. Смысл ГАЦД стоит в том, чтобы еще раз подчеркнуть важность цифровых технологий для существования мирового сообщества и экономик. В договоре звучат призывы усилить сотрудничество в цифровой сфере и в сфере цифрового управления. И этот договор направлен на создание некой модели или среды для того, чтобы ускорить те решения УИО, которые были приняты 20 лет назад и которые были еще не реализованы. При этом создать некую систему, в которой мы могли бы отвечать на любые вызовы, которые возникают неожиданно и не нарушать существование и функционирование мирового сообщества. И да, мы полагаемся, например, на искусственный интеллект в этих вопросах вы видели уже на последние несколько месяцев. Насколько сложным является задача включить какие-то новые вопросы в повестку обсуждения мирового сообщества. Например, такие вещи, как искусственный интеллект. Поэтому очень надеемся, что благодаря ГЦД от этих разговоров не откажутся, они будут продолжаться. И они не будут ограничиваться только искусственным интеллектом, как и технологией, которая уже возникла. Будут создавать основы для обсуждения и другие технологии, которые только появятся в будущем. И еще несколько моментов. ГЦД не существует для того, чтобы заменить собой ВУИО. В развитии ВУИО дается признание заслугам ВУИО. И более того, ГЦД сформулируем для того, чтобы перезапустить и ускорить те процессы, которые были критическими для ВУИО. В частности, универсальная всеобщая и эффективная связь. А также цифровая грамотность. Еще одна цель, которая стоит собой в ГЦД, это цифровое сотрудничество, которого раньше не было. Когда выпускался процесс ВУИО, просто не было платформ социальных сетей. Когда ВУИО в 2005 году сформировалось, или вопросы управления данными тоже ВУИО никак не освещает. Или цифровой след, или какие-то другие вопросы, о которых говорил представитель МИД РФ. Они просто не существовали 20 лет назад. Сегодня они стоят в повестке. И ГЦД стремится как раз к тому, чтобы отразить изменения, положительные и отрицательные изменения, связанные с технологиями, которые состоялись в последние 20 лет. И усилит рамки и систему международного сотрудничества. ВУИО-спам считался очень важным вызовом для первого сообщества в 2005 году. Сейчас это больше уже, наверное, не является каким-то очень важным вызовом для лиц, отвечающих за принятие политики и принимающих решения. Также ГЦД в развитии ВУИО в центре всего ставит этот подход, основанный на участии всех заинтересованных лиц. Так называемый технологии, в том числе в управлении, представляют собой возможности и вызови с точки зрения многостороннего управления. С предыдущим поколением технологий, не знаю, и химические, и биологические оружия, вот эти технологии, или ядерное оружие, отличаются от технологий современных информационных, потому что эти информационные технологии сегодня в основном разрабатывают с техническими сообществами, частным сектором, через платформу открытого исходного кода, а не под надзором или под руководством государства. Поэтому как мы будем собирать все эти сообщества вместе, каким образом мы обеспечим многостороннее сотрудничество, имеется в виду сейчас не на государственном уровне, а и с участием частного сектора. Многие государства, безусловно, это все признают и понимают, и это не означает, что мы отказываемся от роли и функции ответственности самих государств, но сейчас необходимо подключить новые стороны к этому сотрудничеству, для того, чтобы международное сотрудничество состоялось эффективно, и поэтому очень важно, чтобы исследования гражданского общества, частные компании, международные организации, правительственные и неправительственные, чтобы все они работали вместе. УИО об этом говорил и признает важность этого подхода, и на уровне ГЦД этот подход подтверждается и усиливается. Или вот то, что касается защиты детей, этот уровень упоминается в ГЦД. Что касается процесса, процесс был достаточно комплексом. Больше года примерно мы ведем дискуссию, 23 февраля, 23 года начались консультации с участием разных сторон, частный сектор, были, да, сессии, посвященные только частному сектору, или только государству, или только гражданскому обществу, но были и совместные сессии, когда все три основные стороны собирались вместе и довольно глубоко обсуждали, особенно вопросы, связанные с развитием новых технологий, появлением новых технологий, изменяющейся среды, и то, каким образом будет правильно, эффективно выстроить такую коллаборативную повестку для цифрового будущего. Тот документ, который появился на прошлой неделе, это драфт, это проект, это документ, это проект, который обсуждался полтора года, в том числе в процессе обмена письменными комментариями, у всех была возможность прокомментировать появляющийся этот драфт, слушая не государство-члены, у всех была возможность в письменном виде подать свои замечания, комментарии и предложения. Я думаю, что это был один из самых прозрачных процессов обсуждения и увлечения, которые я наблюдала за 16 лет работы в системе ООН. У нас сейчас появился проект документа, и мы переходим к межправительственной фазе переговоров ООН, и обсуждения МГЦД теперь будут ограничены государственными членами. Конечно, вот две страны, которые руководят этим процессом, они, конечно, не перестанут контактировать с гражданским обществом, техническим сообществом и так далее, и они тоже будут продолжать приглашаться к этим обсуждениям. Что касается первого чтения по просьбе G77 Китая, по просьбе развивающихся стран, чуть отодвинуто во времени первое обсуждение, для того, чтобы было больше времени ознакомиться с проектом. Что касается управления интернетом, ГЦД признает критическую роль управления интернетом как основы многостраннего сотрудничества. У форума по управлению интернетом есть важная роль и ценность. Эта роль сохранится и усилиться. Обзор ВСС, то есть УИУ плюс 10, вот эти выводы легли в основу в том числе соответствующих выводов ГЦД относительно IGF. Там звучат призывы расширить представительность, разнообразие участников, для того, чтобы был подстоящим глобальный форум и так далее. Вот эти обсуждения еще раз подтверждаются. Также указывается, что IGF должен заниматься теми вещами, которые лучше всего у него получаются. Именно обсуждение политики и дискуссии относительно вопросов управления интернетом. И IGF не предлагается использовать как механизм как механизм исполнения ГЦД. Это вполне соответствует выводам ВУИО 2005 года. IGF основывался не для решения всех задач, которые сформулировал ВУИО, а для конкретной задачи, что касается искусственного интеллекта. Страны-координаторы, две страны эти, они опираются на первую резолюцию Генассамблеи относительно искусственного интеллекта. В ней выделены области, которые имеют отношение к управлению искусственным интеллектом, в частности, создание международного научного консенсуса, вопросы, связанные с гармонизацией и взаимной совместимостью стандартов, признание потребностей глобального юга, финансирования, вопросы, связанные с управлением риском и так далее. Вот эти функции практически дословно воспроизводят отчет консультативной группы Генсекретаря по искусственному интеллекту, который был основан в прошлом году и в декабре опубликовал свой промежуточный ответ, отчет. И, как я уже говорила, что вот эти два документа легли в основу того, что про искусственного интеллекта написано в проекте ГЦД. Страны-координаторы процесса постарались сформулировать, какие именно механизмы позволят имплементировать эти функции, связанные с управлением искусственным интеллектом на международном уровне. И дальше все остается на обсуждении, конечно, государственных членов. На этом я сейчас закончу свое выступление. Что касается ГЦД, в целом отклики мы получили положительными. G77, то есть группа небольших стран, африканская группа, азиатская, и другие представители сообщили нам, что, по их мнению, нулевой драфт обладает хорошей структурой, он хорошо структурирован, что нулевой драфт... Людям особенно понравилось, что документ ориентирован на действие и фокусируется на результате и на целях устойчивого развития. И, естественно, продолжится обсуждение ключевого вопроса от государственных членов состоит в последующем. Каким образом... И мы можем обсуждать, поскольку пока еще не выдан заключительный отчет группы, консультативной группы генсекретаря по искусственному интеллекту, соответственно, да, придется нелегко и потребуется провести дополнительные консультации между государствами на этот счет. Сейчас я, пожалуй, остановлюсь и готова выслушать любые вопросы, комментарии, замечания и так далее. Еще раз прошу извинения за то, что срабатывала пожарная сигнализация не своевременно. Спасибо большое, госпожа Двон. Это было очень важно услышать из первых уст, да, от представителя команды, собственно, главного фасилитатора, координатора, да, этого процесса. Я не знаю, с точки зрения вопросов, наверное, пока по времени мы сначала дадим всем спикерам высказаться. У нас, кстати, был очень релевантный вопрос в онлайн-трансляции, да, по поводу того, можно ли дать ссылку на этот самый нулевой драфт глобального цифрового договора. Сейчас коллеги попробуют в чат либо прислать сам этот договор, либо ссылочку. Вот, был еще вопрос, по мнению участников Конгресса, работников образования, науки, культуры и техники РФ, крон, россиян может защитить в интернете лишь только учитывая требования России. Ну и был такой риторический вопрос, как можно защитить наших детей в интернете, если ООНовские структуры идут на поводу всяких разных плохих организаций. Вот, ну, у нас форум инклюзивный, поэтому считаю своим долгом такие вопросы тоже озвучивать. Собственно, Вячеслав Ерохин, один из ведущих наших мозговых, так скажем, центров НИИР, представляет, да, и является также тем, кто непосредственно от академического сектора очень активно комментирует и формирует позиции экспертного сообщества российского. Не могли бы вы тогда, а мы попросим вывести вашу презентацию на экран, прокомментировать процесс создания глобальности сфорного договора, возможно, нулевой драфт и все то, что вы бы нам хотели сегодня сообщить. Спасибо за предоставленное слово и возможность выступить. Можно следующий слайд сразу? Он у меня будет один и свое выступление я посвящу практическим. Я не буду углубляться ни в сам текст документа, не в ту проблематику, которую он поднимает, а расскажу о практических моментах подготовки этого договора. Почему я это рассказываю широкой аудитории? Потому что в соответствии с мультистикхолдерным подходом, в соответствии с подходом на вовлечение всех заинтересованных сторон, многие могли бы участвовать в подготовке глобального, не многие, а желающие могли бы участвовать в подготовке глобального цифрового договора. Начну свое выступление тоже с практического вопроса, а кто-то из присутствующих в зале практически участвовал в подготовке, делал вклады, были консультации, в которых можно было выступать. Ну, Роману, наверное, положение обязывает. Ну, да. В зале мы видим только представителей КЦ, а вот Александр как представитель гражданского общества. Вы не о российских федерациях. Вы гражданин. Была возможность, вы знаете. Да, не очень понятно, но хорошо. Я бы хотел остановиться на трех моментах и пройдясь по, скажем так, родмапу подготовки глобального цифрового договора, остановиться на трех вещах. На графике сроков, на организации процесса и на том, как обрабатывались предложения, вклады и так далее и тому подобное. Действительно, глобальный цифровой договор, наверное, отправной точкой можно считать октябрь 21 года, когда появился доклад генерального секретаря ООН «Наша общая повестка дня». 21 год. Прошу отметить эту дату. Затем в течение 21-23 года собирались, обсуждались, собирались вклады, собирались какое-то мнение сообщества на темы вызовов интернета, на тему того, что можно включить в глобальный цифровой договор. При этом, если мы посмотрим, крайний срок подачи был 31 марта, который немножко продлили потом до 30 апреля. И если мы посмотрим на ту динамику сбора вкладов, то вот я специально, так как я принимал участие и готовил аналитические записки, вот смотрите, 20 января 2023 года на сайте канцелярии советника по технологиям было всего лишь 14 вкладов, а 30 апреля, это крайний срок, 178 вкладов. То есть, собственно говоря, всплеск произошел в последние 2, 3, 4 месяца. С чем это связано? С тем, что, во-первых, прошел форум ФУИ в Адисабебе, где активно привлекалось внимание к глобальному цифровому договору, это 22-й год, конец 22-го года. Также проходил форум ВВИО в марте, на котором был и сам спецпосланник, и тоже об этом много говорилось. Казалось бы, можно сказать, ну, действительно, отчего 2 года собирать данные, когда у всех есть видение, и, собственно, за 2-3 месяца все желающие свое видение представили. Но здесь важный момент. Все ли знали, все ли в такой короткий срок с конца 2023 года, прошу прощения, 22-го по апрель 2023, хотя на месяц продлили, то есть было видно, что вклады идут и идут, успели это сделать. И обратите внимание, что 2 года собирались, я потом вернусь к этому периоду, собирались вклады. Потом были, вернее, не потом, а до этого были назначены фасилитаторы, координаторы, они здесь упоминались, это представители Швеции, и Руанды. И затем прошли тематические консультации, в которых я говорил, можно было участвовать представителям всех заинтересованных сторон. Опять-таки, в достаточно короткий срок они прошли, планировалось, по-моему, 11, их ужали до 8, и потом там под конец начали объединять темы. Они проходили в режиме заявлений, то есть в режиме монолога, и данные собирались для того, чтобы в сентябре 2023 года появилась некая высокоуровневая записка, которую представили во время Генеральной Ассамблеи ООН. Также хотел бы остановиться еще на одной дате. Это май 2023 года, когда появилась концептуальная полиси-бриф, концептуальная записка Генерального секретаря, в которой, как мы считали, была некая проекция будущего глобального цифрового договора. Длинный-длинный перерыв, ну, достаточно длинный перерыв, и уже 2024 год возникает большая активность, связанная с подготовкой финального документа. Итак, февраль-март снова неформальные консультации с участием многих заинтересованных сторон, снова вы могли бы в них поучаствовать, выступить, и снова это монолог, и, не знаю, может быть, кто-то даже читал статью профессора Вольганга Кляйнвахера, он критиковал такой подход, что снова монолог. Читали? Кто не читал? А, вот, читали. Немного. Хотя, пожалуйста, участвуйте. Вот, что снова монолог, и в апреле, 1 апреля представляется Zero Draft, вот я вынес тут межправительственные переговоры, появляется Zero Draft, 5 апреля представление ГЦД, 12 апреля первое чтение без обсуждения, 2-3 мая следующие чтения. Причем график поменялся по сравнению с письмом фасилитаторов, которое вышло в декабре. Все это, я бы сказал, такой временной график очень жесткий. Во-первых, он в целом рваный, во-вторых, он очень жесткий. Надо иметь в виду, что позиции, я не знаю, как и о чем думает секретариат, и как государства рождают позицию, но на самом деле, я вам приоткрою кухню, позиции это всегда государство, это интегральная вещь. И существуют процедуры межведомственного согласования, существуют процедуры получения мнений экспертов. И каким образом, потому что разные у нас заинтересованные стороны, стейкхолдеры, как угодно назовите, федеральные органы власти, эксперты занимаются, мы тут видели, совершенно широкий спектр от бизнеса, регулирующих органов, гражданского общества, занимаются и искусственным интеллектом, и данными, и всеми вопросами, как в такие короткие сроки получить интегральную вещь, это большой вызов. Кроме того, опять приоткрою немножко кухню международной деятельности, надо сказать, что для того, чтобы обсуждения проходили максимально эффективно, стороны предварительно согласовывают позиции, чтобы выходить с согласованными позициями. Об этом говорили представители группы 77 и Китая, о том, что времени откровенно мало на согласование, как принято говорить, с капиталс. И вот этот вот, я прошелся по этому временному графику, первое, что я хочу сказать, что он достаточно рванный, сложенный, и то время, я возвращаюсь к периоду 21-23 года, которое собиралось в общем-то время простоя, по большому счету, можно было потратить на обсуждение позиций, подходов, согласования каких-то положений и так далее, и тому подобное. Вместо этого мы видим некий закрытый процесс, и я хочу озвучить некоторые положения, которые были в концептуальной записке, в полисе брифи генерального секретаря, например, в ней еще содержалось положение о необходимости, я себе тут сделал шпаргалочку, положение о необходимости активизации государств в деле регулирования интернета и обеспечения безопасности и доверия в глобальной сети. Ссылки на тунисскую программу 2005 года, это вопрос о связи с УВИО, в текущем документе нет ни одной ссылки на тунисскую программу, хотя это основополагающий документ. Призыв государствам воздерживаться от действий, которые бы вредно, ущербно или разрушительно сказались на критически значимой инфраструктуре, обеспечивающей трансграничное обслуживание или на инфраструктуре, от которой зависит общее наличие и целостность интернета. Призыв разработать твердые критерии, твердые критерии и стандарты подотчетности для цифровых платформ и пользователей, чтобы противостоять дезинформации, языку ненависти и иному вредоносному онлайн-контенту. И часть других важных положений, я не буду во них все углубляться, в Zero Draft мы этих положений не увидели. А почему не увидели? Вот здесь я снова возвращаюсь к сравнению с черным ящиком, внутри которого что-то происходит, и тот, кто читал, а я по долгу службы читал все эти 178 вкладов, там есть откровенно наивные, но есть очень содержательные, ценные, и многие идеи, предложения, комментарии из этих вкладов, они не нашли отражения, и не просто какой-то единичный комментарий, а во многих вкладах это повторяется. Поэтому процесс с нашей точки зрения он не прозрачен, процесс не отлажен для участия многих заинтересованных сторон, можно было бы более гладко, более растянуто во времени готовить этот документ, создать какие-то группы по темам, там, группы по контенту, группы по управлению интернетом, чтобы они потом вынесли это все консолидированную позицию в глобальный цифровой договор. И в краткие сроки, остаются краткие сроки, мы бы уже не 200 государств, а 200, сколько на ООН государств? Поменьше. 190 государств, значит, мы за два дня, 2 и 3 мая, должны создать финальный, видимо, так ожидают от нас в ООН, создать финальный текст, который в сентябре примут. Еще раз говорю, я не буду касаться каких-то положений глобального цифрового договора, я немножко прошелся по процессу. Из этого процесса, я считаю, нужно извлечь уроки, извлечь уроки и гражданскому обществу, вообще всему обществу, всем заинтересованным сторонам, и сделать свои предложения и нам тоже, чтобы в последующем работа была более эффективной, более гладкой, чтобы была возможность для многих не в пожарном режиме что-то делать, а подготовиться и организовать прозрачную дискуссию. Дискуссии пока мы вообще не видели на протяжении всего только монологи, только стейтменты, как они обрабатываются и как они в конечном итоге кристаллизуются в положении глобального цифрового договора. Ну, вот такой вот краткий обзор, вот такой вот практический опыт участия, я участвовал практически во всех фазах, тоже делали мы вклады, готовили позиции, ну, есть вопросы. Спасибо большое, я думаю, что да, в целом позиция российской стороны теперь понятна, и давайте перейдем к позиции стран глобального юга, госпожа Саббатику, кто с нами на связи, из Эфиопии, как вы оцениваете процесс и предварительный результат этих замечательных переговоров по ГЦД, и вообще, что бы вы нам могли сказать по теме сегодняшней дискуссии, нам очень интересно. Спасибо, большое спасибо, добрый день, добрый вечер. коллеги, я очень рада возможности выступить перед вами, спасибо за то, что пригласили меня к участию в обсуждении. Что касается ГЦД, и потенциального влияния эффекта ГЦД на Африку, такой эффект является значительным, что касается возможностей до ГЦД подчеркивает важность преодоления цифрового разрыва, это чрезвычайно важный для Африки, это означает улучшение доступности к здравоохранению, росты комплекции, улучшение возможностей образования, и так далее. в области устойчивого развития также есть несколько целей, речь идет о повышении квалификации, об инвестициях, это тоже важно, потому что тогда Африка может свободно участвовать в цифровой экономике и создавать инновационные решения. ГЦД также продвигает инклюзивную цифровую экономику, если это произойдет, тогда возникнут новые рабочие места и возможности для глобального Юга, для Африки в том числе, в области рынка труда. ГЦД почерпит важность правильного управления, достойного управления в цифровой сфере. Что касается нулевого драфта проекта этого документа, то поскольку я представляю глобальный Юг, региональный уровень, я могу рассказать свою точку зрения. Задача устранить цифровой разрыв безусловно в интересах этих стран. На самом деле вне зависимости от местоположений и социоэкономического статуса важно, чтобы у всех людей были равные возможности в цифровом поле. Однако мы должны подчеркнуть, что включение маргинализированных обществ, уязвимых слоев населения в этот процесс чрезвычайно важной, если позитивным аспектом. ГЦД подчеркивает важность открытого, запасного и надежного своего пространства. Без этого невозможно обеспечить цифровую кибербезопасность и ГЦД полагается на появляющиеся стихотики в этом отношении, в частности упоминается искусственный интеллект, считая при этом, что у этого проекта документы возможности для улучшения мы должны разработать более конкретные планы действий, какие-то механизмы имплементации, механизмы подотчетности, это чрезвычайно важно. И дополнительно документ должен также упоминать цифровой и гендерный разрыв женщины должны и они уже сейчас принимают активное участие в цифровой революции, необходимо эту роль отразить. Как говорят ГСД и ВУИО очень важно международное сотрудничество, обмен передовыми практиками передача знаний. Документ должен признать также вклад молодого поколения молодежи в достижение целеустойчивого развития и дополнительно возможно стоит чуть более подробно осуществить вопросы управления интернетом. Как представитель многосторонней консультативной группы глобального АИГФ как представитель технического сообщества, мы понимаем, что достижение заявленных целей потребует не только финансовых ресурсов, но и стратегических инвестиций в инвестицию инвестиций инвестиций на национальном уровне имплементации ГЦД потребует значительных ресурсов, потребуется соответствующая квалификация, навыки, мы готовы предоставить техническое содействие и экспертизу, потому что без этого невозможно будет данный документ реализовать. это, соответственно, нужно прописать какие-то способы обмена технической экспертизой, наверное. И если мы будем, да, поддерживать цифровое развитие, потребуется обеспечить обучение соответствующим навыкам. И ГЦД справедливо освещает роль частного сектора в процессе, поскольку мы технические эксперты, мы понимаем, что частный сектор часто является инициатором справок решений, инноваций, и при этом действует в рамках регуляторных рамок, соответственно, нужно организовывать работу частного сектора с учетом контекста, с учетом особенностей культуры, вновь возникающих вызовах и так далее. То есть, в целом, ГЦД, как некий основоположающий документ, имеет правильное намерение, но мы должны его уточнить, доработать, для того, чтобы он действительно принес пользу всем людям на земле, особенно людям на глобальном юге. Что касается ВУИО, коллеги уже осветили этот процесс, ВУИО развивался в рамках, скажем, двух таких фаз, 2003-2005 год, две основные встречи, в результате которых появилась Тунинская повестка и Женевский план действий, они создали рамки для глобального цифрового сотрудничества по вопросам инклюзивной цифровой экономики, цифровой грамотности и универсального признания, но главное достижение ВУИО с точки зрения международного сообщества состоит в том, что ВУИО создал модель для инклюзивного диалога по многим цифровым проблемам и поддержал сотрудничество между разнообразными группами, ВУИО проложил дорогу IGF и в том, что касается оценки прогресса и планирования будущего. Очень важно сейчас подвести к уже проделанной работе, особенно в связи с предстоящим обзором ВУИО КРУС-20 нужно понимать, что уже сделано в плане обеспечения связности, цифровых навыков и какие теперь на современном этапе стоят новые задачи искусственный интеллект и другие подобные. Многие тоже должны найти отражение в работе этого процесса. ВУИО создав основы для международного сотрудничества по правым вопросам КЦД поможет нам, я думаю, достигнуть нового прогресса. спасибо большое на всем. Спасибо большое. Очень важно, что вы были с нами и сегодня. И, кстати, могу упомянуть, что в прошедшую пятницу у нас был молодежный сегмент данного форума. В этом году он получил название «Молодежный цифровой форум». Госпожа Саба Тику участвовала в сессии, которая изначально была молодежной сессией БРИКС, экспертов и предпринимателей, принимающих участие в цифровой повестке в своих странах. В итоге сессия разрослась до БРИКС Плюс с участием 11 стран и коллеги при поддержке Центра глобальной IT-кооперации, Комендиционного центра и Международного движения Friends for Leadership даже создали некую новую экспертную группу молодых лидеров и предпринимателей для дружбы ради интернета. Friends for Internet. Так что посмотрим, куда эта кооперация заведет. Госпожа Саба Тику упоминала, что молодые лидеры, объединение молодых лидеров критически важно для достижения цели устойчивого развития. И в том числе для преодоления цифрового разрыва. Мы надеемся, что если уж не в тексте глобального цифрового договора, то усилиями практиков мы будем повестку глобального юга все-таки претворять жизнь, поскольку это действительно очень важно. У нас еще два иностранных гостя. Сейчас хотел бы передать слово Милошу Ювановичу из Сербии. Пожалуйста, тоже кратко, с учетом остающегося времени, о вашем взгляде на нулевой драфт глобального цифрового договора и возможно вы нам еще что-то хотите сказать, комментирую услышанное. Спасибо. Большое спасибо за то, что у меня есть возможность выступить на российском форуме по управлению интернетом в составе такой панели экспертов. Что касается глобального цифрового договора, все начинается с хорошего намерения и они, конечно, важны для того, чтобы добиться каких-то результатов, но я не думаю, что в подобном документе необходимо стараться зафиксировать абсолютно все вызовы, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Мы живем в мире с большим количеством геополитической изменчивости и будет очень трудно достичь соглашения по ГТД в текущих условиях. Мы видим, слышим очень много мнений по поводу машинного обучения, искусственного интеллекта и так далее, оплату много высказываются, о подходах много высказываются, но остается вопрос относительно безопасности данных, инфраструктуры, того, кто будет контролировать все эти ресурсы и процессы, фрагментации интернета, коммерческие аспекты, аспекты управления и так далее. Вот это все важные вопросы. И если мы живем в мире, который развивается в сторону многополярности, мы видим интересы стран, групп стран, Россия, Китай, Индия, другие страны, то есть это все нужно учитывать. Я не думаю, что нулевой драфт ГЦД достаточно образом отражает все эти разные точки зрения и он не дает ответа на вопросы, которые относятся к управлению данными, управлению инфраструктурой, контролем и так далее. Мы говорим про искусственный интеллект, мы говорим о том, кто контролирует данные, мы знаем, что за искусственным интеллектом стоят какие-то алгоритмы, данные, мало кто понимает, как это все работает. Если вы спросите, зададите один и тот же вопрос в Китае и в США, боту, я думаю, что вы в 100% случаев получите совершенно разные ответы. Вот так я могу прокомментировать этот нулевую версию проекта. Я думаю, что в следующих этапах нужно постираться включить в этот кавор какие-то вопросы, относящиеся к платформе, кто контролирует инфраструктуру, ну, такие вещи. С моей точки зрения, это самое главное. Мы говорим, ну, хорошо, повышение доступность технологий, платформа, образование, здравоохранение. Да, конечно, никто с этим не спорит, но, каким образом мы достигнем некого минимального стандарта повсеместного, особенно в глобальном юге, в Африке и так далее. Нам нужно защитить интересы всех сторон, участвующих в этом процессе. Я не думаю, что ГЦТ в настоящий момент обеспечивает защиту интересов всех сторон и стран. Я повторяю себя, я понимаю, что мы сейчас живем в трудное время, сложные обстоятельства, много вызовов. И я вижу три технологические зоны, есть западная европейская технологическая зона, российская и китайская. Мы видим фрагментацию. Например, когда вы приезжаете в Китай, многие западные сервисы там вам просто недоступны. Например, вы находитесь в США или в Европе, в Европейском Союзе, там ведут споры, они запрещают использование определенных аппаратных средств, произведенных в России. Приезжаете в Россию, в России тоже есть жесткие законы по субъекту данных, защите данных, данные российских граждан должны храниться на территории Российской Федерации. Так что мы должны обязательно отразить все эти аспекты в таком рамочном общем документе. Мы же говорим про глобальный цифровой договор, поэтому, с моей точки зрения, мы должны улучшить, усовершенствовать ГТД за счет включения в него тех визов, которые являются важными для обеспечения национального суверенитета в отношении данных. Например, мы понимаем, что без суверенитета данных не будет национального суверенитета. И на этом я тоже закончу свое выступление. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, с нами еще наш товарищ из Китая, господин Юсяо. Пожалуйста, если вы нас слышите, если вы уже здесь, просьба вывести презентацию нашего уважаемого спикера. И у вас не больше десяти минут, пожалуйста, чтобы мы успели еще пару вопросов из аудитории. Так, господин Юсяо, вы с нами? Здравствуйте, вы слышите? Да, да, слышим. Ага, хорошо. Спасибо. Ну что же, для меня большая честь, что я получила приглашение на ваших мероприятиях. Я постараюсь рассказать в своем выступлении о роли и о ответственности, которую чувствует за собой Китай в цифровую эпоху в качестве одной из ведущих технологических держав. Итак, сегодня я хотела бы остановиться на трех темах. Во-первых, это процесс ВУИ плюс 20, это глобальный сферовой договор и позиция Китая и в завершении я расскажу об институте ИДС. Так, В 2020 году в рамках форума ВУИО проходили виртуальные семинары. Мы обсуждали вопросы развития доступности информации в эпоху сетей пятого поколения и мы говорили о цифровом разрыве между разными странами и регионами. Мы говорили о том, как повысить доступность информации в эпоху сетей 5G. Так развивались возможности для инклюзивных информационных сообществ в этот период. В 2022 году состоялся вебинар еще один. Он был организован Обществом Интернета Китая. И как вы можете видеть, в рамках этих мероприятий мы собирали мнения относительно того, как можно сформировать информационное общество инклюзивное, в том числе для пожилых людей, ролик Китая и участие в процессе ИО-плюс-20 состоит в том, что мы принимаем активное участие в международном цифровом сотрудничестве и продвигаем развитие цифровой экономики. стремимся к сверхъемствованию системы глобального цифрового управления. Достижение процесса в ИСИС-плюс-20 является итогом работы последних 20 лет в области глобального информационного развития. Процесс также предлагает план и введение устойчивого развития на будущее. В последние два десятилетия ВУИО играл ключевую роль в развитии мирового информационного общества, объединял силы правительств, предприятий, гражданского общества, технологических сообществ. ВУИО продвигает диалог и сотрудничество между заинтересованными лицами для совместного решения вызовов информационного общества. После появления формата ВУИС-плюс-20 и после того, как произойдет обзор 20-летней деятельности, даже не после, а в процессе этого обзора, необходимо переосмыслить достижения промышленного и наметить пути будущего развития. И ожидается, что ВУИО плюс-20 станет новой отправной точкой к построению справедливого, инклюзивного и устойчивого мирового информационного общества. Теперь переходим к глобальному цифровому договору и позиции Китая. Есть несколько важных областей для нас, в частности, развитие цифровой экономики, обеспечение сетевой безопасности, защиты персональных данных и цифровая инклюзия. У Министерства иностранных дел Китая есть сайт, и там можно найти предложение, которое правительство Китая отправило в ООН по вопросам мирового цифрового управления. В этих продолжениях правительство высказывалось о воздействии революции в информационных технологиях цифровой экономики, на производительность труда и образ жизни людей, экономическое и социальное развитие, мировую систему управления и прогресс человеческой цивилизации. В то же время документ указывает на усиливающиеся проблемы, связанные с недостаточностью мирового цифрового управления, сбалансированным развитием цифрового поля, отсутствием четких правил и неразумностью порядка. В нем подчеркивается важность ряда принципов, таких как многосторонность, справедливость, законность, всеохватное развитие, безопасность, углубление диалога и кооперация. Китай активно участвует в мировом цифровом управлении и поддерживает глобальный цифровой договор. И что касается форум управления интернетом Китая, то китайский форум также приветствует ГЦД, форум сформулировал ряд рекомендаций по основополагающим вопросам, таким как связанность, недопущение фрагментации интернета, защита данных, права человека онлайн, ответственность за дискриминацию и распространение недостоверной информации, регулирование искусственного интеллекта. Эти рекомендации отражают проактивную позицию и предложения Китая в сфере интернет-управления и также подчеркивают поддержку ГЦД китайских форум, направив свои предложения, стремится к совершенствованию и развитию мировой системы цифрового управления и решению задач, стоящих перед цифровым веком. Итак, глобальный цифровой договор является свидетельством приверженности международного сообщества развитию цифровых технологий на благо человечества. Он предлагает системную рамку и план совместных действий. Он играет положительную роль в развитии мирового цифрового сотрудничества, преодолении цифрового разрыва, достижении цели устойчивого развития. Китай является ведущей цифровой державой, обладает огромным цифровым рынком и пользовательской базой, и Китай не может не принимать активного участия в процессе глобального цифрового управления. Страна выносит вклад в создание открытого, кооперативного, порядоченного киберпространства. По духу ГЦД составляет китайской философии развития, поскольку общими для них ценностями являются справедливая, инклюзивность и устойчивое развитие. участвуя в разработке и внедрении ГЦД, Китай сможет лучше защитить свои интересы, поддержать инновационное развитие цифровых технологий и поделиться китайской мудростью и наработками для улучшения мирового цифрового управления. И в завершении позвольте коротко рассказать вам о учреждении, в котором я работаю. Оно называется EDS. Это недавно созданное учреждение, это академическое учреждение, а также это платформа, созданная, чтобы раздвигать границы цифровой экономики в рамках партнерства BRICS по вопросам новой промышленной революции. Что квартира EDS находится в Китае, в Сямэне, у нас есть офисы в Китае, в Москве, в Абу-Даби, в Пекине и в других столицах стран BRICS. У нас есть несколько отделений, лабораторий и исследовательских центров, которые занимаются поддержкой региональной международной кооперации, занимаются рядовыми технологиями, в том числе разработкой искусственного интеллекта. И я надеюсь, что у нас будет возможность организовать какие-то совместные проекты, вместе с участниками конференции. Спасибо. Темсомольская, на Сокольни, честно, не видели. Спасибо большое. Коллеги, у нас была возможность услышать... выход к вокзалу Ленинградской. У нас какие-то посторонние спикеры появились. У нас здорово, что получилось узнать такую обширную позицию российских экспертов, также представители стран глобального юга, европы, европы, китай, естественно, одного из ключевых игроков мировой экономики, политики, а также офиса, да, непосредственно спецпосланника генсека по технологиям. Так что мы надеемся, что у вас сейчас есть полное представление о том, что такое глобальный цифровой договор, чем думают основные интеллектуальные центры и с каких позиций сейчас это все развивается. у нас есть один вопрос интересный, вот как раз он к двум экспертам адресован, к Борису Васильеву и Вячеславу Ирохину, о том, что попрошу очень коротко ответить по возможности, да, все то, что там мы тайминг уже немного превышаем. Вопросом искусственного интеллекта отводится важное значение в ГЦД. Обсуждение регулирования контроля искусственного интеллекта в ООН началось по инициативе Великобритании и США на саммит по безопасности ИИ. В ноябре 23-го года Россию не пригласили. Целесообразно предположить, что западные страны стремятся сохранить технологическое доминирование в том числе в сфере ИИ, а также обеспечить свое лидерство в области контроля над искусственным интеллектом с далеко идущими геополитическими целями. Как вы видите роль России в такой ситуации? Какие шаги целесообразно предпринять России для усиления своего влияния на процесс обсуждения искусственного интеллекта в ООН и в рамках ГЦД в целом? Просьба очень короткая. Наша публика вопрошает. Мы в этом процессе участвуем. Этих процессов много. Искусственный интеллект сейчас звучит на всех международных площадках, на каких только можно, профильных и непрофильных. И собственно мы продвигаем свое видение данной проблемы с акцентом на вопросы безопасности, вопросы доверенного искусственного интеллекта и так далее. Что касается различного рода форматов, государства их созывают, но мне кажется было бы наверное что касается формата, куда якобы нас не пригласили, мне кажется довольно-таки амбициозно называть встречу саммитом и придавать ему какое-то глобальное значение в условиях, когда туда приглашение не получили очень многие государства. А некоторые государства, которые туда поехали, активно ущемлялись в правах. Это было в СМИ. Поэтому результаты этого процесса мы просто игнорируем. все просто. Спасибо. Коллеги, есть ли вопрос? Еще один эксперт. Пожалуйста. Я тоже кратко отвечу. Какие шаги? Шаги известные. Это продуктивная, системная, непрерывная работа на платформе ООН. Надо понимать и чуть-чуть я расширюсь, займу пару минут, потому что есть неправильное понимание, что такое ООН. ООН это не некий сверхмозг человечества, который цивилизацию ведет или какая-то лидирующая организация. ООН это всего лишь, ну не всего лишь, а это самое значимое, важное, но тем не менее платформа для работы государств. Это межгосударственное объединение ООН. И у ООН нет какой-то стратегии специальной, нет какой-то великой цели, которой всех ведут. Это платформа. На этой платформе нужно защищать интересы Российской Федерации, представлять наше видение. Да, на платформе ООН многие страны и Российской Федерации в том числе отстаивают свои интересы, отстаивают и лоббируют интересы бизнеса, понимания и так далее и тому подобное. Но это, еще раз говорю, платформа, на которой проходит переговорный процесс. Наша задача максимально четко отслеживать процесс, участвовать во всех его фазах на платформе ООН. Если мы выпадаем из каких-то мероприятий, не беда, продолжаем работать, продолжаем искать союзников, работаем с союзниками, потому что идеи, овладевшие массами, приобретают материальную силу. Для того, чтобы продвигать позицию Российской Федерации, нам нужны близкие подух союзники, мы это делаем, мы будем защищать интересы, и чем больше таких союзников мы найдем, тем более будем успешны. Естественно, надо тоже быть гибкими, уметь подстраиваться под интересы наших партнеров, еще раз говорю, системная работа на площадке, вот единственный путь, который я вижу. Спасибо большое. Позвольте еще короткий комментарий, на самом деле, вот такое большое внимание к искусственному интеллекту, нагнетаемое в СМИ, в заявлениях лидеров общественного мнения, иногда и государств, вот здесь нужно понимать, о чем мы говорим, многие, когда говорят про искусственный интеллект, это вот нечто новое, нечто то, что без пяти минут захватит наш мир, это мы почти уже создали сильный искусственный интеллект или еще какой-то, это вот понимание, оно сейчас везде навязывается, на самом деле искусственный интеллект это не что иное, как разновидность информационно-коммуникационных технологий, многие вопросы регулирования, они относятся ко всем информационно-коммуникационным технологиям в равной степени и мы с ними работаем очень давно, работаем на многих площадках под разными углами, под углом безопасности, под углом развития, это все есть, вот, а попытка насоздавать новых форматов сейчас, это, наверное, движение в сторону того, чтобы забыть о прогрессе, который мы сделали, и начать все с чистого листа в условиях дикого запада, в условиях отсутствия какого-то регулирования. спасибо. Спасибо большое, коллеги, повторю вопрос, есть ли вопросы из зала, если нет, то спасибо большое всем за внимание и нашим уважаемым слушателям онлайн, и спикерам, также оффлайн и онлайн, и, конечно же, организаторам, кредитационному центру доменов РУРФ, Центру глобальной IT-кооперации. Оставайтесь с нами, надеемся, что однажды мы сможем с вами вместе обсудить на наших площадках уже состоявшийся факт глобальной цифровой договора и надеюсь, что порадуемся тому, что позиции России будут в нем учтены. Есть ли финальные какие-то завершающие ремарки? У меня только вопрос к залу, где вопросы? Ну, у нас, благо, и тайминг уже подошел к концу, была возможность выступить гражданскому обществу. Коллеги, если, да, трансляция не прервалась, то давайте, да, у нас тогда будет пара коротких комментариев. Тогда вопросик, микрофончик, пожалуйста, сюда и потом туда. Но все-таки сначала девушек вперед. Я успела посмотреть текст глобального цифрового договора, пока я вас слушала. И мне кажется, что по сравнению с тем докладом, который был сделан генеральным секретарем ООН, где он озвучивал то, что должно быть включено в глобальный цифровой договор, текст глобального цифрового договора, нулевое драм глобального цифрового договора стал достаточно размытым. То есть конкретики я не увидела. Ну, в частности, к 30-му году согласовать показатели, к 30-му году договориться о том, что мы внедрим стандарты, международные стандарты в национальное законодательство, к 30-му году договориться о том, как будут ходить свободные потоки данных. То есть складывается ощущение такое, что это есть некая декларация и как-то очень мало конкретики. Спасибо за комментарий. В целом, он понятен. Еще вот вопрос нашему уважаемому постоянному слушателю и участнику глобального форума. Можно тоже короткий комментарий. Скажите, до конца дожили студенты МГИМО, которые были с утра? Не дожили? Очень печально. Просто я хочу сделать небольшой комментарий, вот обращаясь к представителю Министерства иностранных дел. К сожалению, очень плохо освещается деятельность Министерства иностранных дел в Организации Объединенных Наций. Потому что я, например, как представитель гражданского общества, узнаю о том, какие предложения выносит Российская Федерация в рамках деятельности он там не обязательно Global Digital Compact, там куча рабочих групп, там как бы косок для гражданского общества и так далее. Из публикации нежелательных организаций и прочих врагов России. Только потом, как бы, так сказать... Потому что вы их только и читаете, видимо. Нет, я не читаю. Я каждый день читаю в каналах там постпредства ООН, да, и Дмитрия Поляцкого очень много информации. Я про это тоже сейчас скажу, да. Потому что, например, вот коллега упомянул соответствующую рабочую группу по кибербезопасности, да. А их на самом деле там две. Одна Government Experts, а вторая Open Ended, да. Вот, например, когда там как бы Генеральная Ассамблея принимала решение там одобрить группы ТАСС, представители ТАСС есть, что и эти не дожили до конца сессии. ТАСС опубликовала только как Попеду России и только про одну из них, да. А сказать, что там что-то есть еще или там хотя бы даже враги какие-то, да. Вот поэтому очень сложно принимать участие. Вот я очень поддерживаю Вадима. Спасибо большое, что он дал, как бы настоял на возможности мне что-то сказать. Но стопроцентно необходимо участвовать там вне зависимости от того, как бы читаете ли вы и российские телеграм-каналы и враждебные тоже. Потому что такие возможности есть, ими хорошо бы пользоваться. Жалко, что вот вымерли все студенты МГИМО к сегодняшнему вечеру, потому что на них была надежда в будущем. Ну и соответственно, пожалуйста, принимайте активное участие. У одной из интернет-гавернанс организаций есть слоган, да, вот как бы господин Воробьев у доменщиков из Айкендом каждый голос должен быть услышан. Соответственно, если вы не говорите, ваш голос не будет услышан, принимайте более активное участие. Если вы гражданское общество и более оппозиционное, я вам расскажу, как участвовать. Если вы более соответствуете политике государства, то Вадим прекрасно расскажет, как участвовать. Спасибо большое. Но, господа из министерства, будьте, пожалуйста, открытия, популярнее и так далее. Вас никто не съест из гражданского общества. Спасибо. Спасибо большое. Я просто вынужден прокомментировать. Смотрите, в целом, по поводу нашей работы, на рабочей группе, про которую вы упомянули, про которую я упомянул, мы абсолютно открыты. Мы по итогам делаем пресс-релизы, которые размещаются на сайте МИДа. Вы можете всегда их посмотреть Мария Владимировна Захарова, регулярно устраивает брифинги для СМИ. Соответственно, там наша работа тоже активно подсвечивается. Что касается конкретно ГЦД, вот мы получили текст, и сразу же я поделился оценками. То есть, текст поступил в начале апреля, надо понимать. Сегодня 9 апреля, уже первые оценки вы можете услышать. А что касается российских позиций и предложений, ну я просто, мы не можем комментировать все, вот это та работа, которая уйдет Минцифра, мы Минцифра помогаем. Вот. То есть, наверное, вопрос в данном случае, надо было бы адресовать им конкретно, по ГЦД и по нашим предложениям. Мы всегда открыты, просто почаще заходите на наш сайт, а не на, скажем так, источники, которые помещены вот ссылочкой о том, что является иноагентами или еще какими-то другими. Спасибо. Спасибо большое коллеге. Ну здорово, естественно, да, что удалось все-таки живую дискуссию в этом, под занавес мероприятия. И, конечно же, да, ваше финальное слово. Важный момент, кстати, я забыл сказать во время своей презентации, для чего в том числе я все это рассказал, обычно я заканчиваю всегда одним и тем же, я призываю гражданское общество активнее участвовать в разных механизмах и в разных, и тоже, вы видите, были консультации, было и так далее, и тому подобное. И, кстати, надо иметь в виду, что у федеральных органов исполнительной власти все-таки своя специфика, есть какие-то закрытые вопросы, не надо требовать невозможного от дипломатов, дипломатия любит тишину, вот, что они вам все расскажут. Но, есть форматы, в конце концов, наш российский интернет-форум, когда можно высказаться и вы высказать, видите, мы вам дали слово, чтобы, да, о чем я говорю, есть различные, тоже, наше гражданское общество очень атомизировано и не структурировано, я все время говорю, пожалуйста, участвуйте, потому что, когда я на международных площадках говорю, вот есть альтернативная позиция, вот я представитель российского государства, вот эта позиция, мне говорят, ну, а почему она звучит только от российского государства, где российский бизнес-сектор, где российское гражданское общество, где российское гражданское, но вы не сводите все к новгородскому вече, вот есть, есть, используйте существующие механизмы, есть РИГФ, от гражданского общества, предложите какую-то тему выступить, выступите с каким-то продуктивным, не просто с критикой, все вот плохо, а хорошо, как вы хотите, чтобы было, чтобы было все хорошо, светло-пушисто, это не предложение, есть РАЭК, работайте через индустриальные, ну, да, хорошо, работайте над тем, чтобы он был лучше, если он вам не нравится, а вы хотите, чтобы в министерстве национальных дел к вам пришло и спросило, а вот вы что думаете, а вы что думаете, а вы что думаете, такого не будет, правильно я говорю? Не совсем так, пожалуйста, работайте, работайте на позитив, не просто критиковать, да, еще один классик сказал, критикуешь, предлагай, предлагаешь, делай, вот теперь идем на коктейль, все, я закончил. Спасибо большое, сессию считаем закрытой, спасибо всем большое за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok